Активные попытки рашистов с начала октября окружить и захватить Авдеевку имеет несколько совершенно неглобальных причин. И это не улучшение переговорной позиции. При определенных обстоятельствах в Кремле могут спокойно отказаться от идеи ее захватывать и заявить, что им не очень-то и была нужна эта Авдеевка. На рубеже мая-июня донецкие коллаборанты пару раз вбросили в информпространство идею – главный удар ВСУ будет в направлении Донецка. Тогда не только в Украине, но и в Намосковии пытались вычислять, где будет главный удар, а где отвлекающие. Если в Украине никто не писал о наступлении на Донецк, то пушилинцы о нем мечтали и хотели убедить в этом московитов, чтобы те нанесли встречный удар. На Шайгу с Герасимовым на это не повелись. Однако к сентябрю ситуация изменилась. Эта идея у донецких коллаборантов возникла из-за их глубокой обиды на московских оккупантов. В 2022-м эти коллаборанты дважды – 21 февраля и 21 сентября – открывали шампанское по случаю присоединения Донецка к РФ. Но к весне 23-го фронт, как был возле города, так там и оставался. Из-за этого у коллаборантов есть ощущение, что Москва второй раз 2014-го года их отданбасила, развела как лохов и кинула. В 2014-м они открыли двери и впустили войну, полагая, что война будет легкой и недолгой, что армия РФ быстро дойдет до Львова, и они смогут опять мародерствовать по всей Украине, как во времена президента Овоща. Ради этого они были готовы стерпеть многое и называть себя не то что россиянами и донбасситами, но даже хазарами и печенегами. Они самоуверенно считали, что будут вилять Москвой, как хвост собакой, ибо нужны ей. Но Москва быстро объяснила, кто и кем будет вилять. В итоге донбасситы стиснули зубы и 8 лет вибрировали по командам Кремля на Третьей Донецкой области. В феврале они решили, их планы 2014-го года наконец сбудутся, но опять получился яркий облом. За год фронт возле Донецкой и Горловки почти не шевелился, но прилеты стали не фейковыми, а настоящими. Это не бомбили Донбасс, как в Солидарии Бахмуте, но на размышления наводило. Более того, донбасситы стали глубже ощущать себя абхазами в Абхазии после ее, так сказать, освобождения армией РФ. С той разницей, что вместо армян к ним хлынули для занятия бизнесом кавказцы и жители Центральной Азии. А так все как в Абхазии. Русские рулят. Но самым зримым достижением русского мира стало исчезновение в Донецке воды в кранах. К счастью для донбасситов, с конца 2022-го все в мире заговорили о грядущем большом наступлении ВСУ и стали строить планы. Донбасситы, вероятно, сначала офигели от такой перспективы, но после полугода разговоров поняли, что это удобный случай попробовать еще раз повилять Москвой. Однако тогда из этого ничего не вышло, поскольку Шойгу с Герасимовым больше всего на свете боялись проспать наступление ВСУ и не угадать, где будет основной удар. То, что он будет точно не в направлении Донецка, было настолько всем ясно, что это всерьез не обсуждали даже в соцсетях. Поскольку к сентябрю в Кремле поняли, ни большого наступления ВСУ, ни больших официальных переговоров не будет, то Шойгу получил 27 сентября публичный приказ от Путина провести где-нибудь в Украине локальное наступление на свое усмотрение и с учетом мнения штаба Герасимова. Тут Шойгу с Герасимовым и вспомнили о донбасситах и их просьбе отодвинуть немного фронт от Донецка. Вспомнили по принципу «Инициатива наказуема» и отправили донбасситов штурмовать Авдеевку. По данным карты Дипстейт, с юга Авдеевку пытаются захватить батальоны Сомали, Пятнашка и другие подразделения, сформированные из коллаборантов. С севера наступает смесь из коллаборантов и оккупантов. Шойгу весь год логично держал в Донецке, а отряды из коллаборантов, избавляясь от проблем с расквартированием. Они ездили из дому на фронт, как на работу, и в казармах не скапливались. Воевать возле дома они тоже были лучше мотивированы, чем буряты. Сидели бы себе тихо, как сидели, но сами напросились на штурм Авдеевки. У Шойгу причин беречь их не больше, чем причин беречь российских зэков. Когда РФ придется вывести войска из Украины, то коллаборанты логично уйдут с оккупантами, что они особо радуют Кремль. Не радуют, потому что уйдут они с обидой на великую Россию, пусть и скрытой глубоко внутри. Сами они от ставки Путина или того, кто на его месте будет, требовать не станут. Но у них будут веские причины присоединиться к тем, кто захочет сменить власть в Кремле. Не только из-за биды и жажды реванша, но и в целях повышения своего статуса и финансового положения. Это как карабахский клан в Армении, долго удерживавший власть. Донецкий клан власть в Москве в одиночку не захватит, но охотно поможет сделать это кому-то еще. Если не в Москве, то в Ростове и в других местах. Особенно, когда начнется процесс распада РФ. Поэтому с точки зрения Кремля, чем меньше донбасситов уйдет в РФ, тем лучше. Это не означает, что Шойгу обязан положить всех их вокруг Авдеевки. Но как политик должен держать это в уме, как долгосрочный фактор. Тем более, что фактор может оказаться не таким отдаленным, как представляется. Авдеевка – идеальное место для численного сокращения донбасситов. Их никуда не надо перемещать, даже под Бахмут или Углидар. И ничего объяснять тоже им не надо. Сами вызвались. С точки зрения подвоза боеприпасов, топлива, вывоза раненых и другой логистики, тоже все идеально и давно отлажено. Можно даже после боя в кафе посидеть. По Донецку пока мало прилетает, но в случае усиления давления на Авдеевку, это может измениться. Шойгу перспектива роста прилетов не сильно беспокоит, так как этим займутся пропагандисты и опять расскажут, как уже не восемь, а десять лет домбят бомбас. Для Герасимова это тоже идеальное место, потому что в Авдеевке он, наконец, сможет осуществить охват с флангов и сделать котел. До сих пор ему не удалось устроить ни одного классического котла, ни в Бахмуте, ни в Солидаре, ни где-нибудь еще. Котел получился только в Мариуполе, но не по его замыслу, а усилиями выдающегося деятеля, о котором Саймон Шустер и Дмитрий Быков, вовремя уехавшие из Москвы, пишут книги. Отсутствие котлов для Герасимова, как наследника Жукова, это позор, но рельеф и общая ситуация вокруг Авдеевки позволяет ему попробовать все исправить. Совокупность этих причин привела к тому, что Шойгу с Герасимовым решили сейчас сконцентрироваться на Авдеевке и превратить ее в битву года. Объяснить это желанием Кремля якобы улучшить свою переговорную позицию нельзя, потому что официально с ним никто переговоров не ведет, а если они начнутся, то возможны всего два варианта. Первый – РФ придется вывести свои войска, и тогда зачем ей Авдеевка, если придется уйти из Донецка? Второй – войну поставят на паузу, и линия фронта останется там, где есть. В этом случае Авдеевку целесообразней не захватывать, чем захватывать, неся достаточно большие потери. За месяц боев, как сообщил залужный, враг потерял под Авдеевкой более 100 единиц бронетехники и свыше 10 тысяч солдат. Так как Авдеевка не взята, то явно это не предел. В случае паузы без Авдеевки можно всегда заявить, что Авдеевка – это тоже РФ, и возобновить войну. Но и без Авдеевки в Москве столько записали из земель Украины в состав РФ, что им еще воевать и воевать, поэтому могут пока обойтись и без Авдеевки. Но зачем-то упорно хотят захватить этот город, не считаясь особо с потерями. Похоже, что помимо собственной заинтересованности Шойгу и Герасимова в Авдеевке, а также в интересе к ней донбасситов и интереса Кремля к их утилизации, на ситуацию еще влияют и выборы в РФ. Пропагандисты вряд ли смогут убедительно продать россиянцам взятие Авдеевки как грандиозное достижение. Само название Авдеевка мешает этому, так как вызывает ассоциацию с селом, а не с городом. Поэтому расчет впечатлить избирателя в РФ минимален, особенно чем дальше от Украины живет этот избиратель. Впечатлить ее взятием можно только жителей оккупированных районов Украины, и то преимущественно в Донецке и соседних с ним городах. Но зачем Кремлю стремиться их впечатлять? Если опущенные в урну для голосования бюллетени с нарисованных на них половым членом и словом Путин будет засчитываться как голоса в его поддержку. Ожидать, что в оккупированных Донецке, Макеевке или в Луганске кто-то потребует проверки и пересчета голосов – это из разряда фантастики. Поэтому возможны три предположения по степени убывания их реальности. Первое. Самое реальное. В Кремле срабатывает инерция советского мышления, когда под выборы нужны были какие-то достижения. Высокие объемы надоев и выплавки стали нарисовать было легко, а проверить невозможно. Но во время войны нужны совсем другие достижения, и их стремятся создать. Второе. Путин в выборах участвовать не будет, и тогда действительно важно, что нарисуют в бюллетенях на оккупированном Донбассе, так как Донецкий клан может включиться в борьбу двух претендентов за власть. Включиться в стиле марша Пригожина на Москву или объявить о восстановлении границ Донецкой Народной Республики до Дона во имя исторической справедливости и для удобства их охраны. Никто не против ДНР с центром в том Донецке, который изначально был Донецком, а не Юзовкой. Вечно московиты все запутывают своими переименованиями. Третье. Самое нереалистичное. Московиты смогли достать даже донбасситов и знают об этом, поэтому суетятся на всякий случай. Для их успокоения московиты хотят взять Авдеевку, чтобы донбасситы могли собирать в ней металлолом и брошенные вещи, славить Путина и радоваться такой добыче. Если московиты – это самодостаточные хищники, то донбасситы вроде гиен при них. Предположение, что донбасситы восстанут – чересчур смелое, но кремлевцы, воспитанные на марксизме, по традиции, должны принимать его во внимание. Сейчас никто не может уверенно сказать, захватят расисты Авдеевку или нет. Но есть мнение, это может оказаться их последним крупным наступлением в Украине и не только в уходящем году. Субтитры создавал DimaTorzok